О дорожной ситуации в регионе. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД задержано 30 нетрезвых водителей. Выявлено и пресечено 1999 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, на дорогах Адыгеи произошло 9 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 9 пострадали. В январе-феврале 2022 года в Адыгее произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В них 3 человека погибли и 10 пострадали. И в марте продолжают иметь место подобные аварии. Так, 24 марта на улице Депутатской города Майкопа вечером 60-летний местный житель, находясь за рулем иномарки, допустил наезд на пешехода, 46-летнюю майкопчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина доставлена в больницу. Другой факт, повлекший за собой общественный резонанс в социальных сетях – ДТП с участием большегрузной машины в городе Майкопе. Данная авария имела место 18 марта ночью. Как выяснили сотрудники следственной оперативной группы и госавтоинспекции, водитель автомобиля МАЗ выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. После этого большегруз продолжил движение, совершил наезд на дорожный знак, электрический щит и допустил касательное столкновение со стеной домовладения. В ДТП пострадавших нет. В отношении водителя грузовика составлено несколько протоколов. По факту обнаружения фальшивой двухтысячной купюры возбуждено уголовное дело. О данном факте в полицию Майкопа сообщил специалист одного из финансовых учреждений. Подозрительную купюру номиналом 2000 рублей обнаружили при пересчёте наличности. Заметив признаки несоответствия с оригиналом, банковские работники передали купюру сотрудникам полиции. Эксперты МВД признали банкноту фальшивой. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, имеющих отношение к данному факту. Следствием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело, санкция до 8 лет лишения свободы. Полиция Адыгей напоминает гражданам порядок действий при обнаружении поддельных денег. Необходимо постараться вспомнить от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Затем следует срочно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение. Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем ее сбыта, то сами совершаете преступление.